Всем привет! Меня зовут Валерия Нестерова и на своем канале я рассказываю о парфюмерии. В этом видео я хочу рассказать о двух ароматах от Тома Форда. Это Венешен Бергамот, венецианский Бергамот и Сандал Блаж. Почему я их решила объединить? Потому что они имеют такой как бы сходный посыл направления. И они между собой очень сильно перекликаются. Дальше расскажу об этих ароматах поподробнее. Итак, начнем. Венецианский Бергамот от Тома Форда. Это получается аромат в стиле унисекс, как позиционирует производитель. Если мы его слушаем сразу, то мы ощущаем очень явно дыхание Бергамота, звучание Бергамота в аранжировке с чем-то таким теплым и древесным. На первый взгляд, кто не знаком с нотами, аккордами парфюмерными, тяжело сказать, что именно за древесные ноты здесь есть. Но когда начинаешь прислушиваться, то понимаешь, что здесь есть сандаловое дерево, что здесь есть некая бархатистость. Это уже нота кашмирана идет или кашмирового дерева. Что здесь есть ощущение такой некой кожи, кожаности. Она может быть либо нотой кожи здесь введена, либо же, допустим, бергинским кедром. Тоже бергинский кедр отдает такое ощущение кожаности. Я так полагаю, что здесь есть именно кедр бергинский, который обладает как раз таким кожаным дыханием. Потому что для звучания ноты кожи здесь недостает немножко такой вот сухости и глубины. Что еще есть в аромате? Бергамот красиво оранжирован здесь нотами имбиря, перца. В сердце есть ноты горденьи, вещество стироливоцитат соответствует в парфюмерии. Есть жасмин и, скорее всего, такие вот легкие наполнители, которые придают дыхание экзотических цветов. Вот, обязательно в аромате есть теплые ванильные ноты и также мускусы амбра, что делает звучание аромата близким к коже. И вообще, как бы, аромат начинает приобретать лицо. Добавление как раз мускуса амбра этому способствует. То есть аромат, он достаточно интересный. И хочу заметить, что на коже он будет раскрываться по-разному. На ком-то больше, более ярко будет цитрусовая с цветами выходить на первый план. А на ком-то будет больше древесные ноты раскрываться. Именно вот такая древесная кожаность. То есть аромат, на самом деле, красиво так вот деликатно построенный и очень интересный. Вот прям отражает стиль Том Форда, ароматов Том Форда. Второй аромат, о котором я хочу рассказать, это Сантал Блаж. Это уже аромат позиционируется производителем как женский. То есть это не в стиле унисекс идет. Объясню почему. Потому что здесь, когда его если сравнивать с венецианским бригамотом, то Сантал Блаж более кажется мягким и менее колючим. То есть он такой вот достаточно плавный и нежный по раскрытию. И на что обращаешь внимание, когда его слушаешь, это вот, ну на самом деле, первая ассоциация это вот Сантал, нота Сантала. Здесь она сделана так очень, достаточно деликатно и глубоко, очень красиво. То есть здесь вместе с Санталом чувствуется тоже нота такой кожи деликатной, которая здесь выражена как раз вот виргинским кедром, который обладает немножко кожаным дыханием. Из-за того, что ощущается кожаный нюанс в Сантал Блаж, и он также ощущается в венецианском бригамоте, то они между собой, два эти аромата, перекликаются на самом деле. И вот когда вот слушаешь эти два аромата, то понимаешь, что в принципе как бы это отражает сам бренд. То есть здесь есть узнаваемость обоих ароматов, что скорее всего один парфюмер их делал. Что еще есть в аромате? В аромате есть цветочный нюанс, который в сердце, но опять же он не ярко, а очень деликатно выражен. Здесь есть и роза, и жасмин, и скорее всего и ланг-и-ланг. Но это все очень точно введено, что прям вот так вот на поверхности, и очевидно это не ощущается. Много специй в начале, которые придают такое, немножечко пряное и такое покалывающее звучание. Вот, допустим, корица, тмин. Вот, наверное, тут есть немножечко перца еще, такое просто ощущение наполненности в носу создает. Также есть, скорее всего, в аромате слышится что-то такое, немножечко дымное дыхание, да, дым в парфюмерии можно выразить с помощью различных нот, но если брать из древесных, это может быть либо ветивер, который дает пульсацию только что потухшего костра, или же уд, который как раз немножечко экзотичным звучанием владает, и немножечко таким вот как раз дымным, дымно-экзотичным. И вот если сравнивать, если знакомое с ароматом Том Форда удовое дерево, уд-вуд, то на ум сразу приходит, вот опять же здесь очень перекликается, его аромат удовое дерево, да, и когда это сравниваешь, то понимаешь, что здесь, скорее всего, нота уда введена в аромате, а не ветивера, не дымного ветивера, то есть здесь еще есть удовая составляющая. Но, конечно, сам аромат очень деликатно построен, вот, и очень нежно, вот эта вот плавность сандала, плавность именно звучания нот сандала, она и позволяет его относить к женским ароматам, то есть если вслушиваться, то еще плавность придает аромату акцент на мускусе, то есть здесь больше мускуса, чем амбры. И в целом, если вот сравнивать эти два аромата, куда бы они подошли? Но опять же нужно смотреть по темпераменту. Если темперамент такой, как бы, яркий, вы открытый человек, очень коммуникативный, да, если еще особенно кожа смуглого цвета, волосы темные, да, и, в принципе, работа позволяет, вот, как бы проявлять себя немножко с экзотичной стороны, вот, с необычностью, то эти два аромата в таком случае и для работы будут хороши, потому что они не яркие и очень деликатные. Но вот мне почему-то, вот, если брать европейского человека, кто, какой образ девушки, допустим, если рассматривать девушку, стоит за этими ароматами, это если предстоит какая-то деловая, коктейльная вечеринка, когда хочется, с одной стороны, обратить на себя внимание, как на специалиста, на человека, который разбирается в каком-то вопросе, а с другой стороны, сформировать впечатление, что вроде какое-то ощущение праздника, какой-то необычности, да, и вот такой вот как раз деликатности и такого намёка на роскошь, не на роскошь даже, а вот на такое, на престижность, то эти вот два аромата, они как раз для такой области и подойдут. То есть коктейльная какой-то бизнес, коктейльная бизнес-вечеринка очень красиво будет. То есть аромат, по сути, он не такой праздничный, но он очень такой престижный и в деловых кругах очень благоприятное впечатление будет производить. Поэтому, если вам предстоят такие мероприятия, то просто присмотритесь к этим ароматам. Они действительно очень достойны и красиво сделаны. Итак, на этом всё буду заканчивать. Если у вас есть ещё какие-то ассоциации с этими ароматами или ваше собственное впечатление, куда можно пойти в этих ароматах, да, или есть какие-то вопросы ко мне по ароматам, то смело задавайте их в комментариях. Я читаю и, конечно же, буду отвечать либо сразу же, либо в одном из последующих видео. Итак, на этом всё. И увидимся в новых видео. До новых встреч. Всем пока-пока.